Всем привет! Привет, друзья! Вы в настоящем моменте. Мы, Виталий Иллада, и сегодня мы на Борщеговке. Сегодня такой редкий солнечный день, и мы решили начать нашу сегодняшнюю прогулку по Борщеговке с кофе. В парке Юность, который находится в самом центре Киевской Борщеговки, мы обнаружили кофе-бас. И купили, конечно, в нем два американо с молоком по 22 гривны за чашечку. Всего существует пять Борщеговок. Никольская, Братская, Михайловская, Петропавловская и Софиевская. Первые три находятся в черте города Киева, а Петропавловская и Софиевская – это уже Киевская область. А знаете, почему названия Борщеговок звучат так по-православному? Да потому что раньше эти земли принадлежали одноименным киевским монастырям, и монахи выращивали здесь себе борщевые наборы. Ну, вы понимаете, буряк, картошку, капусту и остальные овощи. Ну и поскольку Борщеговок так много, сегодня мы побываем только в тех, что находятся в черте города Киева. Сейчас они называются Жилые массивы Никольская и Южная Борщеговка. Этот храм Спиридона Тремяфунского – украинская православная церковь московского патриарха. Но сейчас мы туда зайти не можем, там идет крещение, поэтому пойдем гулять по парку. Никольская и Южная Борщеговки – это часть Святошинского района, западная окраина города Киева. Проспект Леся-Курбоса отделяет эти два жилых массива друг от друга, а большая окружная дорога является границей между Киевом и Киевской областью. Функции метро здесь выполняет линия скоростного трамвая, который связывает Борщеговки с центральными районами Киева. Перепись населения в Украине и в Киеве в том числе не проводилась уже 20 лет. Нет никаких новых данных по отдельным районам, ну а поскольку территория Борщеговок примерно равна территории среднего европейского городка, то можем предположить, что проживает здесь около 100 тысяч человек. Здесь прямо рыночек такой, да, возле круга? Все классно. Все, что нужно. Вообще, друзья, у нас сейчас до сих пор продолжается локдаун, уже последние дни, но это самый странный из локдаунов, который был в Украине. Он, в принципе, ничем не отличается. Не как локдауна, вроде как, просто есть негде. Закрыли рестораны, нам негде перекусить, все на вынос работает, и закрыли продажу бытовой химии, и все. Отделы бытовой химии даже в супермаркетах. Ну, там носки, всякую мелочь тоже нельзя купить, все смеются над этим. Если нужно что-то купить, сюда можно приехать, здесь есть все. Домино, пицца, аптеки, Грошен, Ева. Ну, я уже говорил, мелких магазинчиков внизу там просто полно. Торговый центр, квадрат. Какой шаг тут немало, да? Да. А это пузатая хата, кстати. Так что на Борщевовке есть, где покушать недорого. Я уверен, здесь есть и дорогие хорошие рестораны. А то скажут, что мы показываем только, ну, общий пит и фастфуд, и все. Друзья, как станет потеплее, мы обещаем пойдем в какой-нибудь дорогой ресторан, когда кончится. Не очень дорогой, но подороже. Ну, насколько Виталик раскошелит. Ну, ладно. Теперь мы в парке интернациональном. Может показаться, что на Борщевовке много парков, но на самом деле их всего пять. И из них по-настоящему большой и зеленый это парк Совки, куда мы сейчас и отправимся. Перейдем? Перейдем. В этом видео мы выясним, за какую цену можно арендовать квартиру на Борщевовке и что нового строят в этом районе. И, конечно, пообедаем в ресторане грузинской кухни. На Троищине так мало нет. Да, скоростной трамвай, который действует. Вон в той стороне конечная остановка скоростного трамвая. А там центр города, если поехать в ту сторону. Жилые массивы на Борщевовке стали возводить еще в 70-х годах прошлого столетия. Здесь и до сих пор еще в основном дома советской эпохи с небольшим вкраплением более новых жилых комплексов. Особых архитектурных достопримечательностей здесь нет, разве что в Веденский храм на бульваре Ромена Ролана. Через 300 метров поверните праворуч. Поверните праворуч на улице Обшмеринска. Мы приехали в урочище Совки. И тут же одноименный парк Совки. Главное правильно ставить ударение, чтобы не получилось каких-нибудь казусов. Но вот сегодня субботы мы обнаружили, что здесь парковка полностью забита напротив входа в парк. Люди ездят кругами и пытаются найти место, где припарковаться. И это им удается с трудом. Но мы как-то каким-то чудом нашли сразу же. Смотрите, какие аккуратно постриженные кустики. Спирально причем постриженные, интересно. То есть поработали над благоустройством парка, получается. Это, в принципе, я вижу, это просто кусок соснового леса. А дальше, кстати, березовый он и вижу лес. В общем, кусок леса, который превратили в парк. Кстати, обратите внимание, что это за покрытие. Это не плитка, не асфальт. Что-то мягкое. Они мягкие, мне кажется. Ничего себе, это какая-то технология новая здесь применена. Первый раз такое. Обновленный парк Совки открылся 26 июня 2020 года. Это один из немногих островков природы на Борщаговке, которых здесь так не хватает. В общем, сколько, кто сколько даст. Даст? Да. Благотворительность, что ли? Я не знаю, грильня, грильня. Там, ну, я шесть дала. У меня были просто мелочи. Ясно. Интересно, первый раз сталкиваюсь с таким. А у вас они машинки? Они машинки? 50 лет. Глинтвейн, какао, горячий шоколад, чай, панини. Короче, есть борцовский майданчик, лавочки таурные, эко-парковка, освещение, футбольное поле в проекте, для животных, выгул есть и здесь, беговая дорожка и зона отдыха. Вот и все. Ссылку на наш инстаграм вы можете найти в описании под этим видео. Друзья, и вот настало время нам рассказать вам немножко про аренду квартир в этом районе на Борщаговке. Сейчас мы на Никольской Борщаговке, в той части ее, которая ближе всего от метро Светошной. Если ехать вот по этой улице, по Жмиринской, туда, то до Светошной тут пару километров. Сейчас позвоню, узнаю. Алло, добрый день. Я звоню по поводу однокомнатной квартиры за 5000 гривен на Борщаговке. Я правильно попала? Да, правильно. Есть такая квартира. Ну что, 5000, однокомнатная квартира, 12 метров. 12 метров? Да, ну маленькая, без балкона. Подожди, там кухня хоть есть, не знаешь? Кухня есть, стиральная машина, холодильник, бытовая техника есть, что еще, микроволновка, телевизор, стекло, пакеты, транспортная развязка рядом, супермаркет и остановка 1-го от Ромая до метро Светошин. 15 минут на транспорт. На Лисе-Курбасе, да? 5000. Комнату можно снять за 4000. Комнаты здесь даются за 4000. А квартира полноценная, без хозяев 5000, я считаю, нормально. Но там, конечно, ремонтик так себе. То есть, с хорошим ремонтом здесь однокомнатная квартира стоит от 8000. 8-9 тысяч гривен. В старом доме хороший ремонт. В старом доме плохой ремонт от 5 до 7500. Вот такие квартиры. А новострой уже идет где-то от 10 тысяч. Но здесь их очень мало. И она сказала, что сейчас, на данный момент, но у нее лично новостроев нет. Ну и, как обычно, нужно заплатить за первый, последний месяц. Первый, последний месяц. И 50% от стоимости месячного проживания риелтору. То есть, если ты снимаешь за 5000, ты 2,5 тысяч платишь просто риелтору. То есть, тебе надо иметь 10-12,5 тысяч, чтобы снять на Курбаса квартир в старом с ремонтом не очень. Но со всей бытовой техникой. Тебе надо 12,5 тысяч. Ну, я считаю, жилье здесь дешевое. Как ни странно, но новостроек в киевских борщаговках очень мало. На данный момент нет никаких предложений. Квартиры либо распроданы, либо объекты заморожены, либо продажи приостановлены. Работает только рынок вторичного жилья. Маленькую однокомнатную квартиру в доме советской постройки предлагают за 33 тысячи долларов. В то же время по соседству на Софиевской борщаговке просто бун новостроев. Но это уже не Киев. И об этом в следующих наших видео. Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас мы находимся на мосту через железную дорогу на границе Борщаговки и Отрадного. По этому мосту проходит линия скоростного трамвая, а под мостом платформа пригородной и городской электричек. По транспорту Борщаговка в некотором смысле уникальный район, потому что здесь есть железнодорожная станция. Вот мы на нее спускаемся сейчас вниз. С моста, по которому ходит скоростной трамвай. И с этой железнодорожной станции можно уехать на электричках достаточно далеко, например, в Нежин и дальше туда, в том направлении. Или в обратном направлении можно уехать в Коростынь. Ну, сначала в Ирпень, в Бучу, в Немешаево, а потом и доехать до Коростыня. То есть отсюда можно прям садиться и уезжать далеко. Хотя вокзал, конечно, здесь совершенно, ну, как бы, не выглядит как вокзал, но здесь есть ларек, здесь даже есть касса, но мне кажется, она не работает вообще. Мы сейчас на платформе пригородных поездов. И посмотрите, ее разбомбили. Тут какие-то вандалы выбили все стекла. Устроили здесь мусорку прямо внутри вокзала. Вот такой маленький-маленький вокзальчик на 15-20 квадратных метров. Здесь можно было купить раньше билеты куда-нибудь далеко. Рядом находится платформа городской электрички. Еще одна возможность добраться из Борщаговки в нужную вам точку. Однако режим работы и количество станций, которые открыты на маршруте, не делают городскую электричку популярной. На самом деле городская электричка могла бы быть очень полезна, почти как дополнительная ветка метро. Ее маршрут образовывает кольцо вокруг Киева и связывает между собой периферийные районы города без необходимости двигаться через центр. Но пока, решив воспользоваться городской электричкой, вы рискуете сильно опоздать в свое место назначения. Друзья, в последнюю неделю января мы побывали на Борщаговке дважды. Второй раз мы поехали уже, когда окончился локдаун, для того, чтобы иметь возможность зайти в какой-нибудь ресторанчик, пообедать. И мы решили приехать туда на электричке. Вы можете сейчас увидеть, как напрямую можно из Ирпеня поехать на Борщаговку на электричке. Времени всего это занимает 35 минут дороги. Особенно в такую ужасную погоду, вернее, красивую погоду, но для машины очень сложную. То есть электричка это спасение. Вот мы сегодня едем на электричке. Добрый день! Смотрите, билеты из Ирпеня на Борщаговку стоят по 13 гривен за штучку. И сейчас стали выдавать новую форму билетов. Раньше были просто как чеки магазинные, а сейчас вот какие-то специальные бумажки, возможно, с водяными знаками, для того, чтобы не подделать. Не знаю только, как через турникет через них проходить. Раньше штрих-код был, а сейчас по-другому. А теперь не через штрих-код, не через турникет? Нет, с такими билетами так. Вот так, да? Спасибо. Эта электричка не в час в пик. Мы решили поехать немножко позже, чтобы было свободнее. Утром здесь гораздо больше народу. Сейчас посмотрим, как внутри. Это просто комфортно. Да, ну, потому что это сиденье у нас. Калибат предместит Трекчино. Такие поезды. Хорошо выливали реки. А вот городская электричка отправилась от параллельной платформы. Я не ожидала, что вы так быстро приедете. Я решила ехать дальше. Дальше она не едет. Она едет в тупик. Прикольно. Ну вот, друзья, мы и приехали на Борщаговку. На вот этой вот электричке. 35 минут всего лишь мы ехали. Хотя 10 минут из этих 35 мы стояли на Светошино. Просто стояли. Наверное, пропускали другие поезда. Сейчас мы хотим прокатиться на скоростном трамвайчике. Посмотрим, насколько он скоростной. Насколько быстро ездит. Нам даже стало интересно. Такое интригующее название. Скоростной. На самом деле, средняя скорость скоростного трамвая 29 км в час. Стоит проезд в трамвае столько же, сколько проезд в метро. 8 гривен. И ходит он с интервалом около 8 минут. Кат, надо где-нибудь перекусить. Смотри, здесь есть сразу несколько ресторанчиков и кафе. Один называется Хачапури и вино. Другой называется Руккола. Итальянское кафе для друзей. И Макдональдс. Сегодня мы решили сходить в грузинский ресторанчик и посмотреть, как там. Что там. Просто хотим Хинкали и Хачапури. Можно у вас, да? Да, конечно. Здесь месторан просто прийдет. Да, потому что уютнее, удобнее. Да, конечно. Проходите. Да, спасибо. Деревенная лестница. Давай возле окошек вон. Давай. Хотя тут тоже окошко. Смотри, вот здесь. Вон прямо там. Или здесь. Смотрите, друзья, какой зал интересный, просторный. Вверху кувшинчики сидят. Я первый раз вижу. Наверное, там лампочки внутри кувшинов. Может быть, и подсветка идет. А может, просто висят. Интерьер очень интересный. Мы, конечно, заняли самые лучшие места. Мы здесь одни. И мы заняли самые лучшие места. Посмотрите, диванчики с видом на центральную часть борщегубки. Ну да. Такой, конечно, немножко прозаический пейзаж. Но, в принципе, ничего. И сейчас будем выбирать еду. Что мы заказали здесь? В общем, мы заказали вот такое вот. Нет, вот такое вот хачапури с сыром. Просто. За 145 гривен. Дальше мы заказали хинкали с телятиной, 6 штучек. Вот. По 20 гривен штучка. Потом мы заказали, что мы еще заказали? Салат какой-то. Салатик. Мы заказали с овощами. Вот я не знаю, сколько. Вот такое, наверное, скорее всего. Принесут. И что мы еще заказали? Это мы не заказали. Просто посмотрели. И заказали вино. И мороженое. И мороженое с чаем. То есть сейчас нам принесут, посчитают. Посмотрим, сколько это будет стоит. Спасибо. Убираю в меню. А то не лико, пожалуйста, на бокал собираем. Поехали. Что, друзья? Аперитив. Аперитив. Вино, конечно, здесь не дешевое. Для того, как бы, бокальчик вина 100 гривен стоит. То есть, ну, сильно не напьешься. Ну, как раз хорошо, для хорошего настроения. Я не хочу пуриками грязи. Спасибо. А это вот салат. Смотрите, какая красота. Еще нам принесут хинкали. И здесь все это под такую народную агузинскую музыку. То есть чувствуешь себя вообще почти в Грузии. Если не смотреть за окно, а смотреть только туда. Вообще обалденно. У них такие какие-то приправы интересные. Там какой-то такой соус, орешки, ну, просто замечательные. Вот они умеют делать в Грузии. Да? Вообще. И хачапури просто замечательные. Ну, похоже на пиццу обыкновенную, но на вкус совершенно другая вещь. Совершенно. Тесто нежное. Сыр. Мягкое. Бортутает. Да. Как их правильно есть? То есть, брать за эти хвостики, да? А если вам поедают хинкали, их берут за хвостики, переворачивают, откусывают, убивают сок, заливают соусом. И при этом хвостики не доедают. Заливают соусом хинкали. Ну да, на крем. А, вот я это ваниза. Хорошо, спасибо. А как вам вино? Ой, отлично. Очень хорошее. Мы еще подумываем взять. Хорошо. Абокатчику мы сейчас. Приятного аппетита. Спасибо большое. Даже солнце вышло. В общем, инструкцию мы услышали. Теперь это все на практике надо проверить. Как это правильно делать. Вы смотрите, нам сказали, что надо пропустить и выпить жидкость. Делаем. И держать обязательно руками, сказали мне. Ну, жидкость так себе. Мощная. Потом всегда надо добавить соус. В нашем случае гранатовый соус. Гранатовый, смотрите, какой интересный. Как мед. Класс, да? Попробуем, что это за соус. Очень вкусный соус. Такой кисленький. Они умеют делать приправы. Они умеют делать просто восхитительные. А потом это все надо... И переварить. И переварить. Это есть не надо. Это просто надо. Это то, за что ты держишься. За что ты держишься, есть не надо. Хотя оно съедобное. Вот что делает с женщиной. Бокал вина и грузинская музыка. Друзья, ну, в общем, принесли нам уже счет за наш обед в ресторане хачапури и вино. Всего 715 гривен мы здесь скушали. И я считаю, что это недорого. Хотя мы могли бы взять меньше, правильно? Мы довелись очень и очень. И могли бы взять меньше. И было бы не хуже. И, кроме того, это же с вином. Это не обычный обед. Это... Так что, в принципе, цены нормальные. Посидите, так как нужно. Вкусно покушать. Рекомендую. Прекрасный обдув. Очень вкусный. Если на Борщеволке, в принципе, заняться больше нечем. Тут не туристический район. Ходить, смотреть по улочкам, в принципе, не сильно интересно. А зайти в ресторанчик, это самое то дело. 715 гривен, и вы сыты и пьяны. Не пожалеете, приходите сюда. Прошел немало, и я скорпенью. И в черных дней Ногти всегда была со мной Ведешь меня домой А они тебя не боятся. Друзья, здесь такое чувство, когда попадаешь на Борщеволку, Потому что ты немножко попал не в тот век, в прошлом. Смотрите, какая собака классная. Привет. Вам нравится жить вообще здесь? Здесь очень нравится. То есть вы не хотели бы переехать куда-то? Нет, но вас строят допустим. Я бы никуда не хотела. Серьезно? Потому что, да. А почему? Во-первых, мне здесь все устраивает. Природа меня устраивает. Здесь у нас озеро. Здесь приходят сюда и зимой, и летом отдыхать. А вот... А, он там? Да? И вы там купаетесь? Да? Нет, мы не купаемся, но просто как бы есть место для Аблентин какая-то, вода все-таки. Вот. Люди все приходят отдыхать. Вот. Летом здесь постоянно. Детям, да, есть площадки вот эти вот. Вот. Настроили площадок много на каждом. Я смотрю уже каточки, есть площадочки. Вот. Школы есть, садики есть. Где гулять? Спалишь? Поликлиника есть рядом. Стадион здесь можно гулять, можно заниматься спортом. Вот. Во-первых. Во-вторых, вот эта вся инфраструктура, значит, магазины здесь очень хорошие. Меня здесь все устраивает. Рядом все. Вот. Транспорт у нас весь великолепный. У нас все конечные. Поэтому трамваи, маршрутки, вот там даже поезда. Вот трамваи ходят чудесно. Новая линия. Все обновляется. Остановки строятся эти. Все сюда линия тянется. Ну, в общем, для меня здесь лучше место вообще не придумать. Да вы что? Кроме всего прочего, рядом с Южной Борщаговкой расположен международный аэропорт Шуляны. Было бы несправедливо не сказать ни слова про один из самых известных в Киеве обойный рынок. Рынок Борщаговский и бесконечное множество гипермаркетов, расположенных вдоль окружной. Друзья, ну мы выяснили, на Борщаговке жизнь есть. И местные жители даже считают, что они нашли свое место на земле. Никуда не хотят отсюда ехать. Им здесь очень нравится. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, дизлайки. И оставайтесь в настоящем моменте, даже когда не смотрите наши видео. Всем пока!